Семейная фотография Великая Отечественная война дедушка был признан в 1942 году. Дедушка дошел до Кенисберга, был несколько раз ранен. После того, как вылечился, он попал в 158-ю стрелковую дивизию, 190-й стрелковый полк. Дедушка был артиллеристом, замкомандира взвода. Во время боя снаряд попал в орудие и погиб весь расчет. Дедушку засыпало землей и сверху еще и прикрыло орудием. Когда прошли санитары, то они решили, что весь расчет погиб и не стали никого доставать. Следом шла похоронная команда и собака учила живого человека и стала рыть землю. Дедушку откопали. Он был ранен, у него практически была оторвана нога. Он долго лечился. И домой уже пришел с войны в 1946 году. Но семья его не пустила домой, потому что была на него похоронка. Они решили, что это им привиделось. И он всю ночь просидел на своем крылечке, пока не взошло солнце. Сколько раз рассказываю, все время плачу. Дедушка был очень трудолюбивым человеком, тихим и спокойным. Когда они уже не смогли с семьей вести свое хозяйство в 1970-х годах, мы забрали их в город Благовещенск. Дедушка очень много читал. Очень быстро всегда ходил и прихрамывал, потому что у него было много ранений в спину, в грудь, в ногу. Так он тихо, спокойно у нас и умер, дочитав последнюю книгу «Князь Серебряный». Уже в эти годы я узнала, что он был награжден медалью «Победа на Депоне» и «Орден Великой Отечественной войны второй степени». Мы в Ленинград еще в 80-х годах писали. Сказали, что архивы все сгорели. Я уже пыталась в наше время найти документы про его ранения, пока не смогла, но я надеюсь, что я найду. Думаю, документы рассекречиваются дальше, и что мы найдем. Он никогда не рассказывал про войну. И даже в День Победы он никогда не ходил ни на парады, никуда. Для нас это такой праздник со слезами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова